Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Приветствуем, Алексей. Здравствуйте. Да, приветствую, друзья, и приветствую всех наших уважаемых телевизионных. Когда Дональд Трамп шел на первый свой президентский срок и активно говорил о Китае, тогда Китай был едва ли не основной темой его предвыборных страшилок, пугалок, свистелок и кричалок. Он слово China говорил едва ли не чаще, чем USA. Чем закончилось первое президентство Трампа для китайско-американских отношений? Мы видим, что действительно в первый свой срок президентом Соединенных Штатов там все-таки шел в доктрине стратегического сдерживания, стратегических приоритетов Соединенных Штатов и делал большой акцент на, ну такие, скажем, классические инструменты экономического свойства по сдерживанию Китая. Китайского роста, китайской экспансии и так далее. В нем даже было несколько торговых войн между Соединенными Штатами и Китаем, когда Соединенные Штаты обкладывали китайские товары дополнительными платежами. Мы прекрасно помним скандал по Huawei, когда, по сути, Huawei заходил очень стремительно на американский рынок и потом антимонопольные комитеты выкинули его буквально оттуда с сумасшедшими страшными санкциями. Ну то есть такая все-таки протекторат внутренних интересов Соединенных Штатов с одной стороны был реализованным во время первого, скажем, срока по отношению с Китая, но, во-вторых, если брать внешнеполитические отношения, то, конечно же, такой пояс, так называемый, сдерживание, поскольку Соединенные Штаты, как и Британия, всегда были морскими государствами, еще даже с классической политологией, они сдерживали Китай с помощью вот этого пояса, Южная Корея, Япония, ну и, собственно говоря, Тайвань очень всегда серьезную роль в этом поясе составлял. Поэтому многие до сих пор, не вникая в вопрос, не понимают, о чем Тайвань так важен для Китая и для Соединенных Штатов. Тайвань на самом деле действительно очень важный инструмент в морской торговле, на вопрос сдерживания со стороны Соединенных Штатов для Китая. Китай всегда хотел свободы торговли, свободное использование морского пространства, но Соединенные Штаты всегда тут были на пути. Вот, собственно говоря, из этого и вытекают внешние, скажем, экономические цели Китая, которые он перед собой ставил еще несколько десятилетий тому, это создание сухопутных взаимоотношений в связи с богатыми рынками Европы. Так называемый шелковый путь. Мы же прекрасно помним, что до полномасштабного нападения уже были договоренности даже с Российской Федерацией. Уже было прокредитовано создание такой магистральной, единой, мощной, перевалочной железной дороги. Ну, Российская Федерация, напав на Украину, понятное дело все эти планы перечеркнула. Китайцы инвестиции забрали и начали через уже страны Средней Азии и Ближнего Востока прокладывать параллельно две нити, понимая, что, скажем, возможно, какую-то одну кто-то заблокирует из мировых игроков, чтобы уже подстраховаться. То есть в данном конкретном случае, при приходе Трампа уже на свой новый президентский термин, это будет такое молчаливое противостояние как будто двух ковбоев. Если это сравнивать довольно образно для наших телезрителей, когда два блока будут противостоять один другому, я имею в виду первый блок, это Соединенные Штаты и страны Европы, и на другой стороне Китай и Российская Федерация, и эти два актора будут следить за ошибкой один второго. Кто отведет взгляд, кто, возможно, где-то нервно дернется, и потом ошибки будут использованы, собственно говоря, против них. Ну вот, например, давайте смоделируем возможные варианты развития событий. Сейчас, во время еще предвыборной риторики, Трамп вспоминал про то, что нужно все-таки вопросы безопасности Европейского Союза, и НАТО больше задействует сами страны Европейского Союза. Он пошел еще и далее, что обложить товары с Европы дополнительными таможенными платежами. Но Маск вообще, вот буквально вчера, задрал уровень конфликта, уже перейдя на прямые оскорбления канцлера Шольца. Вот тут уже, мне кажется, определенная черная кошка пробежала уже после результатов голосования между Европой и Соединенными Штатами. И теперь это может вполне использовать, например, Китай, который может заручиться, скажем так, стабильностью экономических взаимоотношений впоследствии с Европейским Союзом, тем самым решив определенные вопросы безопасности для Европы, как будто накинув уздечку на путинский режим, на путинскую Россию. Понятное дело, что сейчас под тотальными санкциями взаимоотношений экспортно-импортно между Россией и Китаем где-то примерно 75%. Ну, то есть тотальная зависимость России от Китая. И если Китай захочет накинуть эту уздечку на этого зверя, то он с легкостью это сделает и может прогарантировать ни нападение, ни оскалацию, ни на Европу, в том числе и, например, прекращение войны России против Украины. Но, конечно, тогда Соединенные Штаты уходят в глубокую, изоляционистскую нишу, они теряют много зон своего геополитического влияния, но вся архитектура мировой безопасности будет перекроена очень сильно. Есть и другие варианты, абсолютно противоположные. Когда США выступает с проактивной позицией, например, договариваясь с Китаем, и они вместе принимают решение про, ну, такое опять возобновление двуполярного мира и, собственно говоря, с помощью влияния Китая на Российскую Федерацию опять же заставляют Россию разорвать часть экономических связей и прекратить войну против Украины, что абсолютно логично, потому что война неинтересна ни в экономически экспансионных отношениях Китая с Европой, ни в реализации своих экономических стратегий Соединенных Штатов. То есть Россия своими действиями при разных комбинациях взаимодействий между глобальными акторами будет больше мешать, на самом деле, чем кому-то помогать, ну, будучи просто инструментом растрыговки. Вот, поэтому действительно сейчас мы будем видеть вот это, скажем, молчаливое, но очень натянутое противостояние и выстраивающиеся очень сложные геополитические комбинации, в которых действительно Украина может сыграть свою серьезную роль, потому что отдавать Украину никто не намерен. И я думаю, что политика Трампа в этом продолжит такую позитивную для Украины политику Белого дома, уже действующего президента Джо Байдена. Возможно, даже она будет более радикализирована через еще увеличение поставок оружия, дачу, в том числе, политических разрешений, потому что в том числе через Украину, через усиление Украины будут, скажем так, проводиться разного рогода диалоги с Китаем по поводу утихомиривания таких геополитических интересов Российской Федерации. Алексей, у нас две минутки остается. С вашего позволения я хочу уточнить один момент. Вы предположили, что США сможет каким-то образом привлечь Китай к тому, чтобы оказать некоторое влияние на Россию и таким образом также поспособствовать окончанию войны России против Украины. Полторы минуты уже. А Китай что за это может получить? Китай может за это получить определенную зону для себя постоянного влияния, например, в Средней Азии, на Ближнем Востоке. Та зона, которая раньше принадлежала Российской Федерации и еще геополитическому влиянию распавшегося Советского Союза. Тем самым через эти страны, которые перейдут, скажем так, из протектората бывшего Советского Союза под протекторат Китая, Китай действительно сможет мягко транслировать свою экономическую стратегию налаживания сухопутной связи с Европой. Поэтому такие расклады на самом деле для Китая тоже очень заманчивы. Поэтому и та риторика, которую сейчас транслирует Китай, она крайне сдержанная и на первый взгляд абсолютно конструктивная. Но тут, конечно, обманываться не надо. Китай на самом деле под ковром ведет очень, отстаивает очень жестко свои позиции. Думаю, что тут может убедиться тот, кто глубоко занимается вопросами геополитики в Средней Азии, на Ближнем Востоке и разбирается, каким образом китайская экспансия заходит в эти страны. Это, конечно, абсолютно отличается, например, от политики той же Соединенных Штатов или, например, Индии, которые все равно так или иначе настроены на диалог, а Китай всегда настроен на протекторат и очень жесткие взаимоотношения. Алексей, благодарим вас. Как всегда, очень интересно. Благодарим за то, что присоединились к эфиру Freedom. Алексей Боряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации «Мало городов» был с нами на связи.